Так, следующая песня из нашего будущего полноформатного помода называется «Никогда». «Никогда» Закрой глаза, так тихо в мире это мы едва ли ты услышишь голос мой? Все тише внутри тебя, вопросы без ответов, нереальные мечты, рожденные в запретах. Не знаю, как сделать шаг, готов бежать, куда глаза глядят, но тайны не спрячешь свои. И как всегда твои сомнения исчезнут без следа. Когда поймешь, что у этих стены тоньше льда, Иди на свет и не сдавайся никогда. Идет рассвет, заветный день настанет, и печаль в твоих глазах, как сон растает. Представь себе, что счастье бесконечно, что любовь в твоей душе останется навечно. Не бойся и сделай шаг. Что будет после, тебе нужно знать, открой же все тайны свои. И как всегда твои сомнения исчезнут без следа. Когда поймешь, что у этих стены тоньше льда, Иди на свет и не сдавайся никогда. Не бойся и сделай шаг. Открой мне все тайны свои. И как всегда твои сомнения исчезнут без следа. И расстояние между нами тоньше льда. Иди на свет и не сдавайся никогда. 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 Ты когда Января, вы же впервые Тоже попали на такого рода Скажем, фестиваль, я прочитала вас на сайте В общем-то и в группе, в социальных сетях Как у вас ощущения И как вы вообще додумались Приехать к нам в Екатеринбург Из Минска на наш фестиваль Это история такая интересная Есть у нас одна наша подруга Большая, хорошая Которая просто слышала о Конкурсе, который проводит фестиваль На нашем радио У нас, к сожалению, наше радио не транслируется В интернете, она услышала, говорит, может заявитесь И мы буквально посмотрели За сутки до окончания подачи заявок Увидели, что все-таки Проводится конкурс, мы решили, а чем черт не шутит Подали заявку Буквально через какое-то время Когда все эти заявки были отобраны Нам позвонили, сказали, что Вы прошли отбор По-моему, около 300 групп Которые приняты были заявки Из этих 300 уже Экспертная комиссия должна была выбрать Вы знаете музыкантов, кто отборочной комиссии составит? Да, мы читали на сайте Нет, ну до этого на сайте понятно Лично, конечно, нет Ну нет, но в принципе знали, кто из людей Конечно, да Для нас это такие же рок-иконы Даже где-то, как и для россиян То есть мы тоже слушаем И Наутилус Пампилиус, и Чаев В принципе А кто там из Наутилуса? А там, по-моему, Клаушник Из Наутилуса Из остального состава Да Ну ладно Ну хорошо И дальше Ну и что, вот потом, значит Мы увидели себя в списке Там этих 300 групп Которые ожидали, так сказать Вердикта Членов жюри Нам позвонили Сказали, что вы прошли отбор Мы очень рады будем видеть вас у нас И сказали, приедете ли вы И астричка три Да, да Сказали, ну вы как, приедете? Потому что путь не близкий Мы, конечно, посовещались И... Ну все были за? Да Конечно Мы подумали Басист, он все за? Он у вас совсем согласен Все были за? Да, решили, что Это же такое приключение Съездить в Екатеринбург За 3000 километров от родного дома На замечательный фестиваль Увидеть новых людей Познакомиться, поиграть В свое удовольствие Почему бы и нет? Видите, даже к вам попали В итоге с кем познакомились? Ну помимо ЕТВ Помимо ЕТВ Ну на самом деле Так, чтобы вот познакомиться Чтобы очень много там поговорить Посидеть в кафе Что у нас не было Мы просто не знали метод Там такие наклеечки раздавали С днем рождения Евгений Львович Нам наклеить И с нужными людьми познакомиться Потому что нам было просто за руку Ну на самом деле Мы очень рады Что у нас была возможность Переговорить И с Владимиром Шахариновым И с Владимиром Бегуновым И с тем же Уважаемым товарищем Горенбургом Евгением Вот И очень приятно Что они Слушали нас И пришли на наше устремление Но они вас как-то С вашим творчеством И с картинкой у них сошлись Потому что 300 команд Отслушать И потом их увидеть со сцены И помнить Это так уже много Вы знаете, вот помнили Мы подошли Мы хотели сфотографироваться Просто С Бегуновым И он сказал Что А, вы людьми Ребята Да, вот я за вас голосовал Я помню Ты поешь на меня сразу Потому что Многие почему-то думают Что пою на меня Я тоже думала Это у нас теперь Новый тренд Книжка, да Вокалист Вообще я пою Но у меня не подзвучивают Надо попросить Звук режиссера Чтобы все время Оставлял микрофон Каличевым Но допустим Там был Кушнир Он вас послушал Какие-то рекомендации Дал Мы Честно скажем Случайно попали На презентацию Его книжки Ну Случайно Все попали На эту презентацию Нет, наверное Таких людей Которые уже не попали Мы хотели попасть На мастер-класс Самойлова Который, к сожалению Заболел Не приехал Поэтому нам предложили Да, сходить В это же время Как бы была презентация Мы случайно Мы ему что-то Как-то диск Мы, да Мы дали ему Продукция Он сказал, что Да Он действительно послушает Послушает И придет на выступление Вчера он Вроде как был Ну он был, да Дошел для выступления Вы не знаете Никаких потом Общений не было Мы на выступление Если честно Мы так отрывались Что Нам вот Там же по три песни Каждому надо было сыграть А нам дали больше Сколько это вам дали? Некоторые команды Даже поссорились Потому что там Три-две песни Кто-то кому-то Отжал Ну там же Немножко По времени Небольшие накладочки Были Которые потом Разрешились Там группа Испанская Прилетела Таких Прилетела Да Она К сожалению Там опоздала Из-за самолета Из-за всяких Нюансов Самолетных Ну и Нам дали Немножко побольше Сыграть Поэтому мы Четыре Больших Песни Плюс Вступление Можно же было Лукавить Наверное Одну песню Не заканчивая Начинать вторую Песню Никто бы не заметил Вы знаете Возможно Мы сыграли бы еще одну Но у нас небольшие Неполадки Там со звуком Были на сцене Не работали Мониторы И как вы С одним Ну вот Да И поэтому Мы пытались Как-то уладить Эти вопросы В перерывах Между песнями Поэтому Видите Время Тоже на это Тратили Ну Заговор Я не знаю Но потом Конечно Появился звук В мониторах На первой песне Это было потрясающе Слышать Где-то там Вдалеке Свой голос В зале Вообще Без мониторов Мы должны работать В любых условиях Поэтому Думаете А вот все музыканты Стремятся к тому Что было бы Все идеально На сцене Только тогда Они выходят На эту сцену Либо это надо Лет 15 На ней простоять И потом Вообще-то мы к вам В гости приехали И не приходилось Выбирать Звукорежиссера Ну вы может Потому что Поздненько выступали Уже Может уже все На самом деле Саундчат Предоставляли Ну насколько мы знаем Только хедлайнером Потому что Просто группа участники Ну Как Как Можете Так и выходят Судя по тому Как Вчера Жестами звукорежиссера Там Махал клавишник Испанский И барабанщик У них тоже не было Мониторов У них тоже Не все было гладко Но однако Несмотря на все эти Технические Маленькие нюансы Публика нас встретила Очень хорошо Мы так рады были И у нас такой заряд До конца вечера Точнее Уже до утра Потому что Испанцев мы дождались По-моему В 4 часа утра Они приехали В 4 мы вышли Из ЦК Урал То есть они выступили И поехали Они все-таки приехали И выступили Да Вы единственный Кто дождался Нет На самом деле Народ дождался Наверное На испанцах Было столько же людей Сколько и на нашем выступлении Приблизительно Потому что Не очень много? Нет Знаете Как мы потом уже Походили Посмотрели Это же огромных Три сцены Плюс параллельно Идут мастер-классы Плюс кто-то Ну естественно Может в баре зависнуть Поэтому я считаю Что у нас достаточно Было Людей на выступлении Вы в общем Не разочаровали Что приехали? Ну конечно Нет А зачем вы так Надолго приехали К нам в город? Поезда Так совпали Какие-то еще Концерты Должны были Совпали поезда Так что Пришлось здесь Быть 4 дня Да Но это Огромный плюс Потому что обычно Когда мы куда-то Приезжаем Мы вечно спешим Мы приезжаем Отыграли Нам нужно срочно Уезжать домой У кого-то Какие-то дела Или еще что-то Поэтому мы Нигде особо не бываем А может на консильный вопрос Кто привез На фестиваль Сами приехали Или это как-то Оргкомитет организовывает Сами приехали А у вас какие-нибудь Меценаты в Минске Которые помогают Поисках меценатов На самом деле Мы кинули клич Среди друзей И потенциальных спонсоров И Мы очень рады Что многие откликнулись В основном Это конечно были друзья Из фанатов группы У нас много Очень преданных фанатов Которые с нами Могут приехать В другой город На концерт Вы не поверите С нами Очень много людей Хотело сюда поехать Если бы позволяли Так скажем Средства То поехали Потому что В пределах страны Беларуси Они ездят Да Конечно А сколько концертов Вы больше даете В Беларуси По сравнению с Россией Или в России Это вообще первый Сейчас Такая ситуация Что мы Вот год Мы практически Старались не выступать От чего? Только на Каких-то крупных фестивалях Потому что мы Писали альбом И писали его И в Беларуси В Минске И в Москве Работали над ним И просто Мы не могли Отвлекаться На что-то То есть вы частично И в Москве Да У нас обрабатывают Наш материал Наши же люди В Москве То есть Ну Люди с которыми Нам очень приятно Работать Просто наши музыканты Говорят Что дешевле всего Записывать И сводить альбом Как раз таки В Киеве например Они у нас там Периодически туда уезжают Ну так вот если Мы ищем и там Знакомых теперь Мы На самом деле Вот мы нашли Человека просто С которым нам Очень удобно Работать И И в Минске И в Москве И они как-то вот В тандеме очень хорошо Работают И записи И сведения И мастеринг Поэтому Нас результат Устраивает Мы решили